Всем тем, кому интересно самосовершенствование, всем тем, кому хочется исцелить себя и больше никогда не болеть и вообще забыть о болезнях, как забыла о них я в свое время, всех тем, кому интересно трансформировать свою накопленную энергию в теле на более высокий уровень, то есть сделать тело совершенным, раскрыть свои таланты, сформировать идеальное расписание, которое поможет вам высвободить энергию для самореализации, для творчества. Если вам это импонирует, если вам это интересно, приглашаю с собой на ретрит, который так и называется, ретрит на дому. Раньше я так путешествовала по всему миру и давала такого рода сессии всем своим ученикам на лоне природы, медитируя и соединяясь непосредственно с природой так таковой. Но сейчас я сделала специальный онлайн проект, чтобы ничто вас не останавливало от возможности себя трансформировать. И даже если вы ограничены четырьмя стенами и находитесь в домашних условиях, это не повод не заниматься своим телесно-духовным развитием. Именно поэтому я собрала целый консилиум выдающихся мастеров, квинтэссенцию телесных практик и интегрировала туда умный детокс, правильное питание, и антипаразитарную программу, и различного рода шаткармы, медитации. Все это вас ждет в ретрите, который так и называется, ретрит на дому. Ну что ж, я пытаюсь снова найти своего прекрасного гостя Анатолия Рязанцева, который, как вы знаете, он живет сейчас на Тенерифе. У него свои онлайн-школы по здоровому питанию, и он также является шеф-поваром ведущих международных веганских ресторанов. Он прошел большой путь, и он специально для вас разработал меню. Ну, это просто, друзья мои, это целый талмуд, как готовить правильно пищу, для того, чтобы это не занимало больше 5 минут, для того, чтобы это способствовало вашему защелачиванию и регуляции вашего кислотно-щелочного баланса. Это меню, в котором не используется сахар, не используется глютен, не используется мясо, и вообще продукты, которые нас отягощают и защелачивают, ой, то есть закисляют. Вы знаете, что самое токсичное из продуктов питания, это, конечно же, мясо. И мясо порождает агрессию. Кстати, от мяса может быть бессонница, а может быть, наоборот, слишком продолжительный сон, который укорачивает вашу жизнь. Например, я могу сказать по себе, когда я перестала есть мясо, я стала спать в 3 раза меньше. Сейчас мой сон составляет 3-4 часа, а раньше я спала, как все, 7-8 часов. И представляете, я фактически треть своей жизни проводила в бессознательном состоянии, отупении в виде сна. Есть сон, с которым вы работаете, и это действительно интересная сессия, когда вы считываете свое бессознательное, потом выгружаете его специалисту, либо сами обладаете знанием, и потом интерпретируете его. Это одно вида сновидения, этим занимался Кастанеда. Но когда вы натрескались тяжелых продуктов, убиенных, убив животное, которое испытало колоссальное количество страхов перед смертью, и потом вы ходите с этими страхами, и эту токсичную пищу как-то нужно из себя потом выдворять. Поэтому тело, для того, чтобы набраться сил и избавиться от этих отравляющих последствий, вынуждено уйти в состояние оцепенения, то есть сна. Поэтому, если хотите иметь высокоэффективный, высоко КПД дня, если вы хотите поднять свой КПД дня, то я рекомендую отказаться от мяса, но просто так от мяса не откажешься, его нужно чем-то заменять. И это что-то для меня искусство телесных практик. Вот именно мастером этих телесных практик я и являюсь. И это именно то, что вас ждет в моем проекте «Ретрит на дому». Ну что ж, я еще раз проверю наличие гостя моего. Вы знаете, если он не присоединяется, это тоже божественное проведение. Я пока отвечу на ваши вопросы. Вы пишите, Катя, в каком из вариантов ретрита будет меню Анатолия? Да, действительно, друзья. Дело в том, что у марафона «Ретрит на дому» есть несколько форм участия. Есть участие, которое без чат-поддержки. Такого рода участие стоит полторы тысячи, а по акции 980 рублей. Если вы хотите с чат-поддержкой, если вы хотите получить индивидуальное меню, которое потом можете использовать всю оставшуюся жизнь и готовить не только для себя, но и для своих любимых. Соответственно, вот этот талмуд-меню – это фактически диссертация нашего диетолога Анатолия Рязанцева. Соответственно, вот, кстати, консультация Анатолия стоит 100 евро. Всего одна часовая консультация. А для того, чтобы составить ему вот этот меню на месяц, ему понадобилось работы 2 месяца. И как раз вы можете получить вот эту книгу, вот этот талмуд, если будете участвовать в программе, которая называется «Пакет расширенный». Сегодня по акции он стоит всего полторы тысячи рублей, хотя без акции он стоит 2 500. Поэтому спешите участвовать. Это действительно такой портал, который… Вот эта книга талмуда от Анатолия – это такой портал, который даст вам возможность легко и непринужденно, облегчая свой рацион питания, повысить вибрации тела. Потому что, друзья мои, мне кажется, в современном мире уже неприлично есть макароны с котлетами. Это делают только динозавры, которые по какой-то странной причине выжили. Вот. И мир меняется. И мне кажется, если вдруг вы не успели осознать, как трансформировать свои вкусовые пристрастия, у вас на это не было времени, то скорее присоединяйтесь к нашему ретриту. Пакет расширенный, и у вас будет такая возможность всецело пересмотреть свое отношение к питанию и сделать его более легким, и сделать его более совершенным и адаптированным под современные вибрации. Тем более вы посмотрите, как мир вам сейчас в этом помогает. Хорошо. Также в пакет расширенный входят дополнительные медитации на каждый день, которые я записала с удивительным мастером. Вы знаете, это мастера, которые музицируют на духовных... Это музыканты, которые музицируют на духовных инструментах. Да-да-да, именно не духовых, а духовных. И помогают нам повышать вибрации нашего сознания, тем самым умиротворяя наш разум, способствовать сладкому сну. Поэтому еще одна из преференций, еще одна, скажем такая, еще один бонус, которым вы будете обладать в пакете расширенный, это, конечно же, вот такого рода медитация. Также мы туда добавили индивидуальные комплексы на укрепление тазового дна. Вы знаете, наверное, все про программу Yoni Yoga. Это методика, которая позволяет женщинам укрепить их интимные мышцы. Мы знаем, что с годами наши внутренние органы, если мы мало двигаемся, давлеют на мышцы леваторани, которые у нас укрепляют тазовое дно и выстилают днище этой прекрасной апертуры. И вот женщине с годами нужно как можно больше внимания уделять леваторани, поскольку там не только генерируется сексуальная энергия, но и там зиждется женская, женские репродуктивные функции, женское здоровье. Именно поэтому я записала специально для девочек упражнению интимную мускулатуру, упражнение для сфинктерового леваторани, где мы будем сокращать ягодички, стимулировать нашу интимную мускулатуру к выработке энергии. Ну что ж, я вижу, что мой гость уже появился, Анатолий. И сегодня мы будем говорить о кислотно-щелочном равновесии и о пакете расширенной, который мы приготовили для вас в нашей программе «Ретрит на дому». Ну что же, любимый мой гость, прекрасный Толечка, мы все тебя ждали. И уже внемлем каждому твоему слову. Ну что ж, мы сейчас тебя засыпем вопросами. Хорошо, и я вижу вопросы. Вы пишете, я прошла курс детокса и сейчас участвую в вашей новой программе. Ой, Анатолий, здравствуй. Приветствую, друзья. Да, сегодня девочки засыпали нас вопросами относительно кислотно-щелочного баланса. То есть, почему это важно и почему-то они начали с заболеваний. Допустим, может ли ожирение являться признаком нарушения кислотно-щелочного баланса? Ожирение на 20 килограмм, то есть от нормы. Вот пишет мне ученица. Да, показатели тоже являются, потому что кислотно-щелочной баланс – это вот именно ключевое слово «баланс». У нас все должно в организме быть в балансе, и кислота, и щелочь. Если какой-то выше показатель, да, или ниже, у нас сразу происходит сбой, потому что все жидкости, все механизмы, все органы работают вот в этой среде. Именно необходимое нужно. Поэтому ожирение тоже влияет на это, да. И расстройство сна. Вопрос у меня бессонница, пишет ученица. И она лечится тем, что во время прерывистого сна пьет по полбокала вина. И она говорит, что ей это как будто бы помогает на следующий час снова заснуть. Но на самом деле я считаю, что она еще больше себя закисляет. Вот что ты думаешь по этому поводу? Да, очень много показателей, симптомов. Вот я могу даже перечислить симптомы, если у вас. Вы можете сами себя продиагностировать по балансу, да. Потому что можно измерить. Врачи сразу же определяют по крови, да, по слюне, по моче. Но это не обязательно делать дома. Там с лаком своей бумажкой сидеть, проверять себя. Если у вас вот именно проблемы со сном, проблемы с суставами, легкие воспаления, неправильное обещотворение, какое-то идет, пути, тяжесть, изжога. То есть проблемы с костями, проблемы с артритом, с артрозом, со всеми этими штуками. Это очень сильно как раз показывает вам, что нужно задуматься о балансе. Также может быть прыщи, демордиты, угли, зыби. Папеллума, вирусы, вот тоже можно себя продиагностировать. Пигментные пятна, это тоже признак закисления. Штука в том, что как только этот баланс падает, наша иммунная система падает. Если падает наша иммунная система, то вот где у вас слабее всего? Было раньше больное горло проблемное, оно у вас там выстрелит. Были синуситы, риниты всякие, у вас там выстрелит. Были какие-то проблемы с кожей, да, они еще больше выстрелят. То есть это сразу же, это один механизм, да, вот как машина двигателя, как автомобиль, он должен поддерживать определенную температуру, да, там рабочую. Вот то же самое у нас, он здесь должен поддерживать определенный уровень. Это поэтому может выстрелить где угодно. Толечка, вот ученица спрашивает, ой, сегодня хорошего врача найти сложно. А на самом деле врачи не нужны. Друзья, мы пытаемся до вас донести, если у вас отрегулировано кислотно-щелочное равновесие, то вам не нужен врач. Не нужно лечить себя от папиллома вирусов, либо от бессонницы. Вы просто выстроите свое питание так, чтобы сгармонизировать свой кислотно-щелочной баланс. Прекратите есть закисляющие продукты. Мясо, как мы говорим, да, бесконечное кофе, которое кроме расстройства нервной системы и закисления, вообще, мне кажется, человеку ничего не дает. Просто соска никчемная. Вот мое отношение к этому напитку. Такое критичное. Мы любим, знаете, вот такая штука, что, перейдем, что очень много продуктов закисляют организм. И они культивируются сопривенным обществом. Толя, как ты думаешь, почему? Почему все закисляющие продукты культивируются? Ну как, ну это выгодно, это продажно. Они, это продукты, на которые мы любим, на которые мы подсеяли, зависимы. Они нам вкусные, они нас будоражат, они приносят нам эйфорию. И тяжело отказаться в основном. Ну я от всех друзей и знакомых слышу, что я лучше муру, чем откажусь от мяса, или от кофе, или от чего-нибудь, сигареты. Хотя, ты знаешь, современный тренд, вот я обратила внимание, хлорелла, ты знаешь, как она дорого стоит? Или спирулина. Она стоит очень дорого. Вот такие суперфуды, наверное, среди всех суперфудов, они сейчас самые дорогие. Ну все суперфуды дорогие, потому что их стараются делать из качественных материалов, которые растут в определенной тоже почве. Это, ну, отражает тоже, закисление происходит не только от того, что мы не едим фрукты, а от того, что едим мы плохие фрукты или овощи, которые в плохой земле, с канцерогенами, гитратами различными. Это все точно так же влияет на закисление организма. Но помимо еды, что самое страшное вообще происходит, это закисление нашей эмоции, стрессовые нагрузки, очень большие тренировки, кто делает долгие, да, там, в спортзале, там, каждый день занимается или через день вот ходит, это все сильно закисляет организм. И то есть мы можем питаться даже правильно, каждый день вообще исключить все, но один раз мы можем стрессануть так, что у нас 5 минут и все. И сразу же это упало в баланс. Поэтому нужно поддерживать свое хорошее настроение, поддерживать позитив в жизни и дарить эмоции, потому что это самый сильный осчелачивающий эффект. Ученица спрашивает, а как себя можно диагностировать на предмет закисления? Что? Да. Да, одни из симптомов. Если у вас микровоспаление, какие-то связки, суставы, если вот побаливает что-нибудь, то есть у вас проблемы с носом, если у вас есть проблемы с перхотью, иммунитет весь падает, тут все падает вообще, вся система, вся наша база, это фундамент вырвали из нашего организма, и он может посыпаться где угодно. Если у вас там постоянно болеете, постоянно у вас какие-то проблемы, если у вас проблемы с менструальным циклом, тоже нарушение, если у вас проблемы с изжогом, с плохим сном, это вот симптоматика, это может быть именно вот это. А я могу от себя добавить. Любимые, высуните свой язык и проверьте, если он у вас белый, это первый признак того, что есть грибы, а это значит закисление. Также можно взять лакмусовую бумажку и взять ее на языке и проверить. Я, кстати, знаешь, Толя, хочу рассказать, вот у меня есть такие чудо-камни, я их использую в своей программе умный детокс, я их привезла с Байкала, покажу, вот они такие чудодейственные, и ты знаешь, я их когда положила в воду, набрала воду обычную из-под крана, и кислотность воды по лакмусовой бумажке было 6,5, и на ночь положила эти камни, и с утра замерила кислотность воды была 9,1, то есть она была фактически щелочная. И хочу сказать, что, конечно же, это помогает, если у вас нет специальных камней, которые защелачивают, а таких очень много, от шунгита до нефрита, можно использовать соду, она тоже очень хорошо защелачивает, но единственный недостаток, она очень сильно сушит, поэтому, если вы, у вас сухая кожа, как, например, у меня, то, конечно же, она очень высушивает, имейте в виду, что, и она еще слабит, вот у нее есть такая побочка. Толя, еще ученица спрашивает, если у нее склонность к депрессии, то есть упадок сил, и, как она пишет, что, у нее непроработанная либидо, то есть, ну, либидо, видимо, она имеет в виду свою сексуальную наполненность. Если у нее нет влечения к ее возлюбленному, и даже он ее раздражает, может ли это быть признаком закисления организма? Да, она потребляет много молочки, много мясных продуктов, понимаете, вся белковая нота, это как раз на либидо очень сильно влияет, это очень сильный показатель. Так что естся большое количество молочек, понимаете, вот продукты, если разделить, да, много всяких данных по поводу продуктов, какие закисляют, какие защелачивают, и даже если мы оставляем только растительное питание, то и в растительном питании многие продукты, такие как бобовые, да, там, сушеные, сухофрукты, какие-то орехи, они закисляют немного организм, и в идеале держать баланс вот этот 7-80 продуктов щелочных, да, то есть, если вы можете проверить, диагностировать с симптоматикой, да, вот это, диагностировать, да, по своей тарелке, если вы видите на своей тарелке все коричневое, грубо говоря, зажаренное, и у вас 20% зелени, то, значит, у вас точно щелочная, по-другому быть не может, должно быть 80% зелени, как можно больше с хлорофилом, то есть, все капустные, отлично отщелачивают огурцы, всякие салаты, зелень, шпинат, то есть, если вы видите в тарелке, вот каждый день, проанализируйтесь в последнюю неделю, если у вас все время пережаренная пища, да, то есть, она точно так же закисляет организм, вот, очень много вегетарианцев проблемы со здоровьем, и поэтому создалось мнение, что вегетарианство это очень плохо, потому что они пережаривают, переготавливают много продуктов, а достаточно чуть-чуть обжарить, чуть-чуть на гриле сделать, чтобы 50 на 50 такие они приготовились, еще хрустяще отдались, и как раз они получили какую-то корочку аппетитную, приятную для нас могут вытворить. Толечка, пишет ученица, дорогой Анатолий, подскажите, я не могу есть сырое, у меня болят зубы, что мне делать, как мне защелачиваться, ой, восстановить кислотно-щелочной баланс? Болят зубы. Да, и больно есть сырую пищу, как я понимаю. Да, лучшая защелачивающая, это водичка с лимоном, но так как на зубы она сильно влияет, то пить лучше через трубочку, это вот такое пищатное, лучшее, крутое средство, пейте как можно больше свежей водички с лимончиком, холодная, отлично идет, немножко мятки кинуть, кому-то надо. Еще одна ученица пишет, дорогой Анатолий, мы живем в Сибири, у нас здесь очень холодно, есть пить холодную воду с лимоном, и есть сырое, и не хочется вообще. Как, на, что вы посоветуете? Вот у нас сейчас она пишет минус 5. Ну, минус 5, да. И она пишет, что у них зелень-то и не продают. Она говорит, максимум, что можно купить это гречку и картофель. Ну и все, ну это грустно, конечно. Я думаю, наверняка у нее есть орехи различные. Хорошая идея. Давай разберем, какие можно орехи, какие закисляют, а какие защелачивают. Пророщенные, либо активированные. Пробужденные, да? Пробужденные, то есть обязательно их замачивать. У них уже происходит другая реакция, белки с крахмалом, они начинают продуцировать жизнь, и уже это обладает самым мощным защелачивающим действием. Даже чуть-чуть маленькую горсточку, если вы добавляете, пророщенных чего-нибудь или активированных орехов, это уже влияет по-другому. Потому что сыры, они скисляют, к сожалению. Вот миндаль очень хорошо, бразильский орех, и наверняка замороженный шпинат есть тоже. Конечно, все это можно купить. Да даже цветную капусту и всякие смеси овощные в виде бобовых, я имею в виду зеленые стручковая фасоль, всегда есть в супермаркетах. Олечка, прокомментируй, пожалуйста. Ученица пишет, что у нее на сыроедение это опасная вещь и куча противопоказаний. Сыроедение это вообще очень опасная вещь. Для меня это какая-то фраза из ряда вон. Но, может быть, ты ее прокомментируешь. Ну, смотрите, когда мы переготавливаем, перевариваем все овощи, полезного там уже ничего нету. Там никаких ни ферментов, ни минералов, ничего. Все разрушается это. И белок, вот, допустим, что бы усвоился у нас. Вот говорят, что белок надо из мяса потреблять, из молочных продуктов. Что такое белок? Это аминокислоты. Я вот специально вам показываю на примере. Это вот такая бусина, на которой нанизена каждая бусинка. Это аминокислота. И когда мы потребляем из мяса или из молочных продуктов, первым делом организм должен это все разобрать. И собрать уже в правильной ему необходимости, последовательности. К тому же, PH влияет на то, как он в пространственной конфигурации лежит, этот белок тоже. То есть, он вот такая вот, такая загогулина. И когда мы потребляем неправильный PH, баланс, он как ключ не может, как дети вот собирают, вот эти вот игрушки, которые надо вставить, он не может войти туда, он не может в наш организм усвоиться. И он пока правильно не встанет. Он не усвоится. Поэтому очень важно именно вот показать. И когда мы все это переготавливаем, все это закисляем, у нас огромный сбой идет. И организм требует огромные силы на восстановление. Вот представляете, все силы, которые у него есть, он начинает вытягивать, чтобы нормализовать, потому что он дальше не поедет никак. Основные минералы, желе... Минералы, щелочные, металлы, вот какие у нас есть, кальций, натрий, магний, четыре основных, и калий. Без них он никуда. Первым делом, что происходит, это он вытягивает кальций из нашего организма. Это вот метаболический ацидоз, остеохондроз, у кого там самые высокие показания, показатели, кто употребляет молочку в странах, мясо. Вот Дания очень много кофе пьет, и я очень треслогов много слушал, лекции, у них вообще там проблемы с раком, потому что реально они очень-очень много кофе пьют, у них целая пульта. У кого, у кого? Дания. А, да ты что? И кальций, первым делом вытаскивается кальций. Он сначала из суставной жидкости вытаскивается, да? То есть показатель ПАЖ, он в разном организме, в разных местах, он разный, он не одинаковый везде, он везде разный, чуть щелочной, чуть кислый. Это нужно для того, чтобы витамины, минералы, они проникали из одной среды в другую, из одной среды в другую, только из-за разницы вот этих кислот они уникают. И вначале, первым делом происходит артрита, да? Почему? Вот у кого болят кости, он из суставной жидкости начинает вытягивать, потом дальше он начинает вытягивать из хряща и уже разрушает хрящ, уже все, получается артроз и все, мы уже ставим какую-то там замену. Потом он влияет очень на сердечные, сосудистые заболевания, он вытягивает калий из сосудов, из сердца, это приводит к инфарктам, к плохой работе всей этой системы, подагрия в том числе, это болезнь. Суставов тоже, да? Закисление, то есть хронического закисления организма. Когда воспаляются суставы. Да, и никакой глюкозамин, хадроитин, да, я бы тоже принимал, занимался спортом, у меня профессиональные друзья-спортсмены, которые именно вот проблемы с артритом, артрозом, именно вот за счет этого, потому что неправильное потребление. Поэтому, когда вы все это переготавливаете, пережариваете, готовьте чуть-чуть, знаете, это вот мы привыкли просто, это наши вкусовые привычки, попробуйте чуть-чуть на гриль, купите хорошую гриль с высокими полосками, которая не просто она плоская такая, сковородка, как гриль, там маленькие бинки какие-то торчат, а вот нормальные, чтобы хотя бы там 2-3 миллиметра были высотой. И сначала чуть-чуть в масле, оправляли в тарелочке, в оливку, и уже чуть-чуть совсем, и уже зажарили. Этого достаточно, оно все равно ощущение жареного. Я сам фанат вкуса, моя цель передать вам именно максимально вкусно, чтобы было, но при этом все оставить, все полезное, все самое классное. Здорово. Все витамины только в живой пище, только в живой пище нас двигает вперед. Это невозможные ключи. Хорошо. Коатоле, следующий вопрос. Ученицы спрашивают, где есть возможность познакомиться с вашим меню? Я немножко скажу об этом. Дорогие друзья, Анатолий создал для вас просто целый талмуд. Это какая-то диссертация, учение просветленного мастера относительно правильного питания. Как готовить, как минимально термически обрабатывать, при том, что так, чтобы пища сохраняла все свои микро и макроэлементы. Вот, Толя, немножко расскажи об этом меню, потому что, друзья, вас всех, это меню, Толя, я надеюсь, это не пиво у тебя там. Вода с лимоном, да? Хорошо. Вот, расскажи немножко об этом меню, а я скажу, где его можно получить. Друзья, у нас есть пакет, который стоит 2 500. Он называется пакет расширенный. Пока открыта вебинарная комната, вы можете взять и стать обладателями этого пакета всего за полторы тысячи рублей. Это вообще ничто по сравнению с тем, сколько туда вложено вообще энергии, знаний, трудов, любви, Анатолия относительно правильного питания. Толечка, расскажи немножко о меню. Да, моя цель этого меню была, потому что я сам очень люблю вкусно поесть. Это всю жизнь я стремился, чтобы было вкусно, а теперь я понял, что это все надо упростить максимально так, чтобы у людей нет времени, у нас нет ни времени, и сложные блюда готовят, нет никакого желания, ничего не получается. И много вегетрианских рецептов, которые нас окружают, они не совсем правильные, не совсем технические, потому что это делают различные любители какие-то, повара, которые все-таки едят блютен, едят яйца, начинают все это миксовать, и мы не получаем продукты. Там исключено все блютен, молочка, яйца, ну и... Ура! Сахар, сахар! Сахар обязательно, но мы готовим блинчики, ребята, вот вы можете себе представить, блинчики без яиц, без муки, и... Толя, ну ты даешь, а из чего же ты их готовишь? Вот расскажи мне, как ты мог предложить блинчики? Вот так вот мы готовим, мы... Я показываю в этих рецептах, как вы можете мыслить, именно не взять один рецепт, да, и всю жизнь по нему готовить, да, там вот моя бабушка оставила рецепт, а у вас есть один рецепт, это база, это корни, и уже на примере этих рецептов я указываю, как вы можете развить в ту или иную сторону, что вы можете добавить, что вы можете изменить, и у вас уже получается как бы огромное, огромное количество вариантов на базе одного рецепта, то есть муку, вот допустим, в блинчиках или лепешках, я заменяю картофелем, да, потому что он хорошо склеил, и также добавляем, можно добавить различные измельченные семена льна или семена, как, господи, неважно, и опять же, кунжута, не кускусы, семена, кунжута, кунжут, ну да, кунжута, да, и вот все, что связывает, как раз можно, можно добавить, как альтернат гиба, и мука, рисовую можно даже использовать, кукурузную, очень хорошо, на базе картошки, кукурузы, и нута, получается, шикарный блинчик, который, ну, ничем не отличается, с ладостью мы компенсируем чем-то другим, то есть мы не сразу мед добавляем, как многих рецептов, потому что это образуется, конечные продукты распада, и все это, уже опять, мы просто рак едим, и развиваем, в щелочной среде не развиваются патогенные вот эти, микроорганизмы, да, и прочее, именно, поэтому, именно вот я говорю, когда, что лучше добавлять, когда, что лучше убрать, чтобы компенсировать, и вот у нас блинчик получается, мы его моментально готовим, но реально, его за 10 минут можно приготовить, все очень быстро, если правильно, я рассказываю, как правильно подготовить, как все это сготовить, чтобы у вас не было... ни одного лишнего движения, ребятки, милые, а вы знаете, Толя еще все иллюстрировал, он же все отфотографировал самым лучшим образом, и мы это все интегрировали в эту настольную библию, в эту книгу диетического питания, здоровой пищи, поэтому скорее спешите попасть в программу, которая называется «Расширенный пакет», «Марафон, ретрит на дому». А следующая ученица спрашивает, «Толя, подскажите, я употребляю молочку без лактозы, либо кокосовое молоко, молоко грецкого ореха, рисовое молоко, миндальное, можно ли так питаться?» Что скажешь? Я тоже, когда отказался от молочки, мы сначала пришли на молоко без лактозы, потому что у меня аллергическая реакция на него, а потом в конечном итоге все-таки отказался от молочки, потому что там гормоны, гормоны, которые кормят живого, животных для роста, либо они попадают через пищу, либо они пичкают уже непосредственно корову, это должно быть прям плюс, там развивается много вредных бактерий, микроорганизмов в этом молоке, и реально оно заражает, то есть как бы оно не проверялось, как бы его не тестировалось, все равно это очень-очень много лишнего багажа мы там получаем, потому что молоко приводит к недостатку кальция, оно скисляет так, то есть чем больше мы пьем молока, стакан, два, три, четыре, пять мы выпиваем, оно все равно еще больше вымывает, вымывает, вымывает кальций, у вас просто в конечном итоге у вас будет остеопороз и болезни артриты суставов, если у вас еще где-то... А вот ученица пишет, моей бабушке 92 года, она всю жизнь пила молоко, но с другой стороны, мы же не видим, в какой она физической форме, да, мало ли, ну и что, что ей 92, и она пьет молоко, ведь главное не количество прожитых лет, а качество жизни, да, как ты считаешь? Вы можете прожить с болями и плохим средством. Да, и не замечать их, да, а можете заниматься любовью до 92-х лет, и, вы знаете, допустим, уйти в мир иной от струйных оргазмов, вот это же разное качество жизни, да, либо лежать на кровати с пролежнями, или как это называется, неподвижен, когда человек... Но на самом деле, вот следующий вопрос поступил, Анатолий, а всем ли подходит сыроедение, может быть, к этому стоит подходить индивидуально? На самом деле, я хочу ответить на этот вопрос, что вы все можете записаться в индивидуальный пакет с Анатолием на консультацию, и тоже в рамках, как раз, вот только в рамках марафона это предложение стоит всего 5 900, то есть консультация Анатолия, его настольная книга по правильному питанию, плюс участие в марафоне стоит всего, друзья мои, 5 900, это беспрецедентная скидка, успейте зарегистрироваться. Да, тут, знаете, все говорят, да, я в вегетарианстве не проживем, откуда мы будем брать белок, но вы попробуйте несколько недель. еще ни один человек не умирал от этого, да. Ни у кого нету, наоборот, сильно защелаченного организма, потому что все равно, даже если вы вегетарианец, и употребляете много, то защелачить, прям переалкалоз получить, это, ну, нету таких показателей, потому что все равно, чуть-чуть фруктов в них есть, чуть-чуть каких-то бобовых в них также есть, и оно компенсирует, компенсирует, и буферная система организма, легкие, они очень сильно компенсируют, поэтому я сам был противником вегетарианства, я ел всю жизнь мясо, я работал в мясных цехах и прочего, все нормально, я работаю сейчас по консультации во французской школе, но вы попробуйте, вы не сможете потом от этого отказаться, от вегетарианства, потому что у вас организм совершенно... Очистится, да, вы станете более восприимчивы к более тонким материям, вы станете более чувствительны, когда будете заниматься любовью, вы будете более интуитивны, у вас тело станет более пластичным, я называю это алертностью, более гибким, вот, кстати, все мясоеды очень плохую растяжку имеют, у них вообще такое тело, как будто бы, как будто деревянное, вот у меня такая всегда ассоциация, поскольку, ну, очень сильно закисляется мышечная структура. Да, да, это вот, кто спортсмены знают, молочная кислота выделяемая, когда они много снимаются, и у них выделяется очень много, это тоже закисление, вот, очень малое отсутствие, да, активности, оно ведет к нарушению метаболизма этого, и, тоже, очень плохо, и очень сильная активность, это тоже очень сильно плохо, потому что очень много мы дышим, продуцируем, поэтому нужно все в меру, один, кстати, вот, хочу рассказать, один из самых лучших, вот, вот, это лимонная вода, и дыхание, дыхание, лада живота, вот, когда мы сидим, вот, как раз это дыхание ждет всех наших участников марафона, потому что каждое утро мы будем начинать с пронояма, да, лада живота, это самая крутая штука, и задержка дыхания, если вы вот на полном выдохе не можете продержаться 60 секунд хотя бы, да, и это тяжело реально сделать, то у вас закисленный организм, то есть это самая диагностика хорошая, сразу продиагностировать без бумажек, ничего, выдохнули, задержали дыхание спокойно, представили белый свет, представили все хорошо, спокойно, несколько этапов, циклов, это вот и гудийская система есть, дыхание, и вот лада живота, это когда мы втягиваем, делаем улыбанку, и тоже делаем, как это, волну, да, на уликре называется, и, друзья, эти шаткармы вас также ждут в обязательной программе, которая называется ретрит на дому, это то, к чему вас готовим, будете владеть своими не только внутренними органами, но и удивительными навыками по приготовлению здоровой и вкусной, пищи, ученица пишет, друзья, я обратила внимание, что очень сильно поменялся запах от тела, когда перестала есть мясо, неприятный запах ушел, вот, я тоже, что ты скажешь, что ли? Ну, это, это вот действительно, мы то, что мы едим, я вот уже рассказывал про то, если кормить животных определенным, да, кукурузой, да, то они станут оранжевыми, либо в Венесуэле есть курица, которые пьят папайо с бананами, которые нападали там, и они анжело цветы, и пахнут действительно совершенно по-другому, и если вы, допустим, пьете чай с шамбалой, да, с этими семенами, то у вас соответствующе пахнет очень сильно по-другому, от, более печеньем, и, кстати, вот кислый пот, неприятный запах, это тоже... Затесление. Зачелаченого организма. Да, да, да. Это вы уменьшили свой уровень, и у вас уже нормально, организм вытаскивает все это, вытаскивает весь этот мусор, потому что ему надо куда-то деть это, вот, и с плотом, с мочой, почки вводят все это. А вот ученица пишет, мне по анализам рекомендовали восполнять омега рыбой и печенью трески, что вы думаете по этому поводу? Относительно морепродуктов и рыбы? Морепродукты рыбы тоже закисляют, но, понимаете, если мы сделаем 80 на 20, то есть мы положили маленький кусочек рыбы, да, а к нему много овощей, проростов, какой-то свежей зелени, ну, не страшно будет что-то съедить, но если у вас просто кусок рыбы, да, или кусок мяса, как это обычно мужиков, да, привыкли, все без гарнира, без всего, или еще, то у вас процесс уже идет не так. Больше орехов, больше стемян, кунжута, все тоже активированного, потому что это, иначе, если вы начнете употреблять жареный, такой, это очень удобно. С утра, с утра замочили, вечером пришли с работы, можно есть, то есть, или на ночь замочили, с утра проснулись, можно есть, вот, и именно такими путями, я показываю, как можно подкратить. А Толя, она ученица спрашивает, а почему нельзя есть жареный кунжут? Я белым его есть не могу. Белым? Да. Может быть, активирован, измельчить его, сделать из него... Молоко? Ну, молоко, соус, крем, добавить в кашу, добавить куда-то в салат, в фруктовый, в овощной, он будет очень нежный, очень приятный совершенно. Да, и сырой он не особо вкусный, сырые орехи, семечки, но они не особо вкусные, и вот такая кислота, небольшая, неприятная, и шок начинает сразу появляться иногда, когда мы поедим этого, поэтому или... Ну, и жареное, опять же, точно так же. Жареного можно чуть-чуть добавить для аромата, для какой-то вот этого ощущения, чисто, а основное, основное количество всё-таки сумочить. Попробуйте. Вот я говорю, вы попробуете две недели пожить, так, две-три недели. Вы обалдеете, девушки, я вот за вашу красоту, за ваше здоровье, чтобы я смотрел на вас, на всех. И возбуждался. Следующая ученица пишет, что делать, если после поста мне очень хочется молочку и творог? На самом деле, вот я как мастер по телесной терапии хочу сказать, что, друзья, можно отучать себя от этих паттернов и формировать новые нейронные связи, занимаясь телесными практиками. Это именно то, что вас ждёт в ретрите. И сопровождать это уже, соответственно, правильной пищей, формируя новые привычки. Толя, ты прокомментируй. Да, это можно, это кажется, что хочется, ему нужны что-то жирное, что-то он хочет, что-то жирное, организм, если мы хотим, вот именно такие у нас податки, авокадо заменяет всё, авокадо с орехами, что-нибудь вот в такого плана нужно вкладывать, заменить. Конечно, когда хочется сыра, то хочется сыра или колбасы, ты понимаешь, у тебя мозг на это работает. Но, смотрите, если это не домашний какой-то супер качественный дворог, да, то по факту вы едите ужасный продукт, который бедных коров мучили. Это жупа. Оно вырабатывало много неплохих гормонов стрессовых, мучилось реально. У неё собирают телят на неё в лобзах. Оно очень стрессует, питается ужасно. это очень-очень-очень мало ферм, которые можно получить супер качественно. Действительно, луга пасутся, все хорошо. Никто на лугах не пасётся. Вы едите очень тяжёлый продукт, который уничтожает авокадо. Следующий вопрос ученицы. Подскажите, девочки 9 лет, средства гигиены всё соблюдает, но почему-то от тела очень резкий и неприятный запах. С чем это может быть связано? Толя, прокомментируй. Да, это переходный возраст, но у детей неприятно пахнут, да, потому что у них гормональный фон меняется. Но в то же время, Толя, я обратила внимание, что дети, которые находятся на веганском питании, у них такого кризиса не бывает. И никакого резкого запаха, потому что они не едят токсичную пищу, имеется в виду. Только фрукты, овощи, помидоры, там, я не знаю, огурцы. Я буквально жила сейчас на Бали целый год и как раз с такими детьми общалась, которые самое сладкое, что ели, это папайю и морковку. И ты знаешь, у них потрясающий запах от тела, они действительно пахнут фруктами. папайю очень хорошо защелачивают, кстати, папайя, огурец, да, и, кстати, их родители настоятельно принуждают их порой есть косточки папайи, потому что они являются хорошим глистогонным средством. И это как средство антипаразитарной программы. Кстати, друзья мои, дополнительно вас ждет и антипаразитарная программа, которую вы можете также оформить дополнительно и пройти такую чистку, прямо глубинную на уровне клетки, то есть на предмет гельминтов, различных родов паразитов, пропить защелачивающие коктейли и тройчатку, и пижму, и полынь, которая также как бы укрепляет и дух, чистит клетку и выстраивает кислотно-щелочное равновесие. Кстати, Толя, как ты относишься к антипаразитарным программам? Да, хорошо, я периодически что-то делаю, в том числе и папайя, но сама суть, что паразиты живут в кислой среде, они не будут жить в щелочной среде, любые грибки и паразиты, так что больше пьем вот большие щелочные да, больше пьем защелачивающих, да, коктейли, защелачивающих, да. Какая стоимость антипаразитарной программы, спрашивают меня. Друзья, стоит она 5 тысяч, что туда входит, это целый список трав, бадов, различного рода суперфудов, рецептов и так далее. Мы подробно можем вам написать в посте, либо отправьте заявку и мы дополним ее той информационной частью, которой вам не хватает. Напишите мне в директ и мы вам предоставим полную информацию. хорошо, Толечка, еще ученица спрашивает, выпадают волосы, что делать? Это может быть следствие нарушения кислото-щелочного баланса. Посмотрите на свою тарелку, что вы едите. Если вы не видите там 80% зелени и что-то зеленого, то у вас значит с этим проблемы. Это абсолютно точно. Можете купить лакмусовые бумажки и проверить. Проверить свои языки, мочу. Мочу нет, моча не надо, потому что она вводит постоянно, она может и выше, и ниже. Утреннее, утром, утром. До еды, да, померить лакмусовые бумажки. Если у вас в районе, сейчас скажу, 7, по-моему, то это значит 6,5-7, то это 7,7,5. Идеально. Если у вас 6-6,5, то это уже хронические заболевания. И выпадение волос в том числе влияет, потому что это кальций. Кальций выводится отовсюду, и, ну, первым делом из костей, ну, это маленькое просто количество ногтей. Я вот честно скажу, у меня были ногти, всегда проблемы. Огромное количество белых 5. Да, у меня не росла борода, дул, вообще, очень, очень долго у меня не было волос на лице вообще никаких. И сейчас смотрите, вот какая борода и ногти, ни одного белого точь, нет, просто, если у вас неровные, они очень сильно слоятся, шелушатся, или тонкие, это тоже очень сильный показатель. Тут все сводится к этому, тут не просто отказ от молочки, от сахара, а сахар, это вот самое страшное, если у вас сахар хоть в малейшем проявлении, я хочу напомнить, что это глюкоза и фруктоза, которая содержится во всех продуктах покупных. нужно как можно больше сократить покупную продукцию вот именно с сахарами, потому что 80% вы заходите, это все с сахаром, я вам клянусь, я сам периодически покупаю там какой-то, ошибаюсь и думаю, что-то не то, что-то тут сладкое вообще, смотрю фруктозы, следите за фруктозой за вашей, это очень нас обманывает, десятки с лишним именования не могут проявляться по-разному, то, что сироп, это все точно нет. Хорошо, Толечка, следующий вопрос, Анатолий, у моего супруга очень слабое мужское здоровье, он храниче, он мясоед, может, как мне его отучить и может ли быть связано его пристрастие к мясу с понижением либидо, вот, есть ли тут взаимосвязь, как ты думаешь? Водились научные исследования в большом количестве, в огромном, к 50-60 годам, да, импотенция, это большая, огромная проблема у большинства населения, и это напрямую зависит от употребления животного белка в пищу. Хотите нормальную половую жизнь, хотите все время быть в тонусе, хватит есть мяса, посадите его на две недели, скажите своему мужчине, чувак, две недели, ты не будешь есть мясо, будешь есть то, что я скажу, и у тебя будет все нормально. А еще параллельно, Толя, а еще параллельно я буду делать тебе различного рода оральные ласки, массаж твоих божественных яичек и массаж твоего прекрасного нефритового стержня, представляешь, как сработает? Я уверяю, потому что проводились исследования и именно люди, которые убрали из рациона в течение определенного времени, у них это нормализовалось. Вот ваш мужчина станет вегетариатством, как только у него все наладится, он поймет, ты нафиг мне это ну мужик, зачем? Это не мужская сила, это пропаганда, реклама, что будьте мужиками, ешьте мясо, мне мама сама говорила, не вырастешь, мужиком не станешь. А мне мама говорила, хлеб всему голова, хлеб это твоя сила, а у меня вот так вот пух живот и случилась запорами. Мания у них у них самые маленькие, одни из самых маленьких гениталий в мире. У кого? У немцев. Это связано именно с тем, что... Ют пива? А? Немцы действительно, у них самая большая грудь и маленькие гениталии от того, что очень много, что женских гормонов из-за пива, да? Да, мы едим гормоны, мы едим эти гормоны женские от коровы. Зачем хватит есть мясо? Вот я очень хочу услышать отзыв, да, через месяц, если просто подойти к своему мужчине и сказать, я прочитал исследование, это научно доказано. Ты хочешь быть со мной в постели или не хочешь быть со мной в постели, я иду в другом. Да? Садись на вегетарианскую диету, не выпендивайся, все, хватит, это уже, это очень большой стереотип, очень большое вот эта вот пропаганда, которая, ну, слушала, к сожалению, и не оцепляется. Это же производство мяса, это производство корма, производство молока, это все работает на деньги, это потом болезни, которые вызываются людям, они идут все к врачам, это все... Толечка, любимый, у нас осталась одна минута, и мне бы на прощание хотелось сказать, дорогие наши подписчики, всем, кому интересно продолжить слушать эти умопомощительные лекции от Анатолия, мы всех вас приглашаем в наш марафон, который уже на днях стартует, ссылка в шапке профиля моего инстаграма, кейтспиритйога и эко.тело, и мы наделим вас еще сверхзнаниями относительно того, как владеть своим телом, как относиться к пище, какие продукты являются вредоносными, их вообще не стоит даже пробовать, а какие благостными. еще раз поблагодарим Толю за эфир, за те знания, которыми он с нами делится, и всех жду в расширенном пакете, и тем, кому интересно индивидуально проработать свой рацион, то Толя с радостью даст вам такую возможность, и, соответственно, трансформирует вас через правильную пищу. Ну что ж, Толечка, спасибо, а мы увидимся через неделю уже в ретрите. До новых встреч, друзья. Пишите темы, темы, на которые вы хотите обсудить.